ДОЖДИ ЛЬЮТ И В ДОМАХ В последние дни выпало много осадков. Многие люди радуются такой погоде, ведь это благоприятно влияет на урожай. Но кроме позитивных моментов, есть в этом и негативные стороны. Для некоторых жителей Дроки такие погодные явления принесли серьезные неудобства, затапливая квартиры. Люди обращаются за помощью в премарию, но вопрос до конца не решается. О том, как пытаются выжить в таких условиях жильцы затапливаемых домов, подробнее смотрите в нашем сюжете. Сильные осадки, выпавшие на днях, стали первыми для города Дроки. Некоторые жители ими довольны, но есть и те, кому дождь совсем не в радость, ведь он льет и в их квартирах. У нас протекает крыша. Мне кажется, что в один день весь дом рухнет. О том, что течет крыша, я узнал, когда мы купили квартиру. После первого дождя мы обратились к соседям, чтобы собрать денег и сделать ее, потому что оставлять все в таком состоянии – не дело. Наверное, когда дом рухнет, тогда начнут искать виноватого. Мы обратились в премарию. Моя жена написала прошение, зарегистрировала его. Нам ответили, что данный дом не находится на балансе премарии, и это не их дело. Как говорят представители местной администрации, этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании. Люди обратились в премарию. В подобных случаях заявление рассматривает не премария, а местный совет. Это произойдет на следующем заседании. Совет по мере возможностей может выделить определенную сумму денег. Но полностью брать на себя ремонт крыши мы не имеем права. Некоторые жильцы общежития, расположенного по улице Дубинского города Дроки, во время дождя подставляют различные сосуды. Для того, чтобы их квартира не затопила. Другие же за собственные деньги отремонтировали крышу. В 1957 году была основана музыкальная школа города Ниспарень. Ученики музыкальной школы представляют концерты, демонстрируя таланты в различных областях музыки. На этот раз ребята представили галоконцерт, на котором продемонстрировали свои способности на фортепиано, гитаре и скрипке. Подробнее об этом далее. Ученики музыкальной школы Ниспарень дали отчетный галоконцерт. В мероприятии приняли участие ребята в возрасте от 8 до 16 лет. Они играли на фортепиано, гитаре и скрипке. На сцене также выступил духовой ансамбль музыкальной школы. Я очень рад тому, что у меня есть возможность показать свой талант перед публикой. Я и раньше участвовал в подобных мероприятиях, но у себя в селе, а в районе я впервые буду выступать на таком прекрасном концерте. Я и в прошлом году участвовала в подобном концерте, но не играла на гитаре и не пела. Я одна из солисток народного ансамбля музыкальной школы. Вместе мы ездили в Кишинев на конкурс молодых талантов, который проходил в музыкальном колледже имени Штефана Няги. Там мы заняли призовое место. Ученики представили сложный репертуар. Их старания учителя оценили. С большим удовольствием пришла сегодня на отчётный галоконцерт молодых талантов, обучающихся в этом учреждении. Дети приходят сюда, чтобы мы вместе порадовались успехом, которых они добивались в течение всего года. Этот концерт проводится для того, чтобы продвигать искусство в широкие массы и привлечь как можно больше талантливых детей к обучению музыке. Музыкальная школа города Ниспарень была создана в 1957 году для того, чтобы предоставить любителям музыки возможность научиться петь или играть на любимом инструменте. Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрит законность повышения цен на топливо в Молдове. Админсовет Национального агентства по регулированию в энергетике проведёт сегодня общественное заседание, на котором рассмотрят законность повышения цен на топливо. На слушаниях также утвердят максимально допустимую цену на нефтепродукты. С 31 мая вступает в силу новое положение закона о борьбе с табаком, согласно которым люди, курящие в открытых и закрытых общественных местах, будут наказаны, передаёт новостной портал ТВ.МТ. По данным Генерального инспектората полиции, курение будет запрещено в общественных транспортных средствах, а также в частных транспортных средствах, в которых находятся несовершеннолетние под навесами остановок общественного транспорта. В парках-аттракционах и на детских игровых площадках запрещается курение на стадионах, аренах, площадях и других открытых общественных местах во время проведения развлекательных или иного рода общественных мероприятий на рынках и в других общественных местах со скоплением большого количества людей. Физические лица, которые нарушат эти законодательные положения, могут быть наказаны штрафом от 1 тысячи до 3 тысяч леев. Юридические лица, как собственники помещений, кроме того, рискуют быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч леев, если допустят курение в их заведениях. Доказательствами для наказания нарушителей могут послужить показания свидетелей, фото и видеоматериалы, в том числе замечания полицейских. 29 мая в Доме культуры Комрад состоялся юбилейный концерт, посвященный 50-летию со дня основания музыкальной школы имени Марии Златовой. Школа была основана в 1966 году. Жителям и гостям города Комрад была предоставлена уникальная возможность насладиться красивой музыкой в исполнении педагогов и учащихся музыкальной школы. В концерте приняли участие солисты, ансамбли, оркестры, хоровые коллективы школы. Поздравить коллектив детской музыкальной школы имени Марии Златовой приехали представители городской, районной, республиканской администрации, творческие коллективы города, выпускники школы, ставшие профессиональными музыкантами и многие другие гости, для которых музыка является неотъемлемой частью жизни. Величайшему гагаузскому деятелю литературы и культуры, основателю музея в селе Бешалма Дмитрию Карачабан 27 мая исполнилось бы 83 года. Семья Карачабана отмечает этот праздник даже после его смерти, а в музее в этот день объявляется День открытых дверей. На протяжении 30 лет Дмитрий Карачабан собирал по крупицам этнографические материалы о гагаузах. Музей открылся в 1966 году. Дмитрий Карачабан выполнял роль директора, фотографа, скульптора, художника, научного и музейного работника. Музейный фонд в настоящее время составляет около 19 тысяч экспонатов, а в этом году музею исполняется 50 лет. Комрадский футбольный клуб гагаузи Агуспорт завершил чемпионат дивизия А на 6 месте. В последнем матче сезоне «Волки» добились волевой ничьи в Кишиневе, сыграв со счетом 2-2 с дублирующим составом «Дачи». В первом тайме «Даки» забили гостям два безответных мяча, но уже после перерыва игроки гагаузи Агуспорт сумели отыграться и сравнять счет. Добиться ничьи удалось благодаря дублю Ивана Янчогла на 47 и 91 минутах. По итогам этого матча оба клуба набрали по одному очку и располагаются на 5 и 6 месте. В Тараклии состоялся традиционный турнир. Турнир посвящен национальному герою Болгарии Олимпию Панову. Международный турнир – это возможность для многих начинающих спортсменов заявить о себе и добиться каких-либо высот на арене вольной борьбы. Турнир имени Олимпия Панова широко известен не только в Молдове, но и далеко за ее пределами. Подробнее об этом смотрите далее. Центральная площадь Тараклии уже традиционно стала спортивной ареной для участников турнира имени Олимпия Панова 38-го по счету в этом году. Принять участие в состязании по вольной борьбе приехали команды из Молдовы и Украины. Когда-то на этих коврах боролся с соперниками нынешний организатор турнира Павел Горановский. Первые 15 лет проведения этого турнира география представителей вольной борьбы была значительно больше. Сейчас, учитывая, что есть определенные проблемы с организацией соревнований, с количеством спонсоров этих соревнований, мы в последнее время приняли концепцию, чтобы немножко увеличить селекцию нахождения спортсменов и в Тараклийском районе, и за ее пределами. Результат проведения этого турнира, как я уже сказал, 38-й раз, является выходцей из Тараклии, такие как Александр Зубрилин, Павел Горановский, Дереволков Александр, Николай Посларь, который вообще стал чемпионом мира среди профессионалов в Болгарии. Мы решили в этом году организовать выходцев из Тараклии, которые смогут поучаствовать в спонсировании этого турнира. И надеемся, что в ближайшее время у нас появится значительно больше спортсменов, представляющих сборную Молдовы на международном уровне. Несмотря на все трудности, неизменным спонсором турнира национального героя Болгарии, уроженца Тараклии Олимпия Панова, остается Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта Ифавис. И в этом нет ничего удивительного. Основатель фонда родом из города. В Молдавии считают, что это турнир, который один из старейших турниров. И Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта Ифавис, президентом и основателем, который является также ваш земляк, мастер спорта по вольной борьбе Григорий Иванович Карамалак, всегда не остается в стороне. И на этих коврах, которые были подарены фондом Ифавис, ребята сегодня выступают. И та финансовая поддержка, которая из года в год поддерживается ветеранами спорта, которые сегодня получат также финансовую поддержку. Молодые ребята, которые получат премиальную спортивную атрибутику. На коврах турнира Олимпия Панова воспитываются чемпионы. Сегодня уже в качестве тренера приехал чемпион страны по смешанным единоборствам Александр Романов. С собой он привез из детской и юношеской спортивной школы Камрата своих 8 воспитанников. Выступаем пока довольно-таки стабильно. Только двое ребят выбили из соревнования. Остальные все продолжают бороться за пальму первенства. Уровень турнира, как и в предыдущие годы, довольно-таки неплохой. География турнира просто феноменальна. Она всегда поражала всех своей обширностью. Так как этот турнир всегда был в мире борцов очень известен и очень популярен. Так как на данный турнир очень много ребят приезжало из-за границы, с Украины, с Болгарией, всегда с Турцией. Ребят приезжали. Сегодняшний турнир проходит на шикарном уровне, потому что ребята все подготовлены. В каждом весе есть чемпионы, призеры Республики Молдова и Украины. Я так понимаю, вы раньше приезжали на турнир в качестве участника? Да, я буквально четыре года назад последний раз выступал здесь на турнире. И еще будучи действующим борцом по молодежи, по кадетам, ежегодно приезжал на этот турнир. И еще в свои годы, когда мы выступали на этом турнире, это был один из самых престижнейших и ожидаемых турниров, который проводился у нас в стране. Международный турнир имени Олимпия Панова – это возможность для многих начинающих спортсменов заявить о себе и добиться каких-либо высот на арене вольной борьбы. И юные борцы это понимают. Мои первые соревнования проходили в селе Бежгез. Я участвовала на многих соревнованиях и зарабатывала медали. Сегодня я еще не боролся, но буду бороться и выиграю. Расскажи, пожалуйста, вот как тебе турнир сегодня? Ты первый раз в Тараклии? Нет, я второй. Третьего марта я был здесь еще раз. Выиграл одну встречу, а второй проиграл. Я приехала из Украины первый раз. Я занимаюсь борьбой четыре года. Как тебе сегодняшний турнир? С кем ты выходил? Ну, я выходил с одним мальчиком из Тараклии. Я его положил на лопатки. Ну, выиграл. И пока больше не боролся. Скажи, а как тебе сам турнир? Нравится? Как организованы участники? Нравится. Нравится и хорошо. Ну, все хорошо и все. А какие планы у тебя на сегодняшний турнир? Ну, выиграть надо. Среди участников было много и тех, кто уже успел выйти на ковер и показать свои умения и способности. Демьян Люцканов, воспитанник клуба «Олимпийц» города Тараклия, только что вырвал очередную свою победу у соперника. Я боролся в 46 килограмм. В первую встречу у меня попался соперник из «Джолтая». Я его выиграл на туше. Я сделал ему прием бедро и выиграл встречу. Сегодняшний турнир организован очень хорошо. Очень много участников из разных стран, Украины и много из Молдовы. И поэтому я думаю, что будет очень интересно. У тебя какие планы на этот турнир? Конечно же, я хочу стать чемпионом, как и каждый. Нелегкой была схватка у Вениамина Борзина, воспитанника спортивного лицея из столицы Молдовы. Многие участники отметили, что команда из Кишинева одна из сильнейших. И Вениамин это доказал на ковре, одолев своего противника со счетом 6-2. Молдовы. Молдов. 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 И именно на этих коврах были воспитаны мировые и европейские чемпионы. Нарушить традицию его проведения, несмотря на все трудности, будет непростительно, считает вице-президент Олимпийского комитета Виктор Пейков. 38 лет этот турнир проводится в городе Тараклии. Только задумайтесь, 38 лет. Это можно вырастить два поколения, воспитать их. И сегодня то, что эта традиция честуется, то, что она помнится, это большой показатель не только того, что любят борьбу в Тараклею, это показатель того, что в нашей стране надо честовать и знать свои традиции, свою историю. Хочу сказать большое спасибо всем организаторам. Начиная от Степана Николаевича, не буду сейчас перечислять всех моих друзей, которые участвовали в этом, потому что кто не участвует, кто не помогает, даже морально, если не физически, я считаю его не своим другом. Поэтому давайте все привлечемся и будем продолжать эту традицию. Хочу также сказать ребятам, борцы, занимайтесь борьбой, потому что борьба открывает неограниченные возможности. Вы сможете увидеть мир и показать себя, проявить, как достойного истинного человека, представителя своего народа. Около 180 спортсменов от 8 до 16 лет приняли участие в 38-м турнире имени Олимпия Панова. Это несмотря на то, что сборная Болгарии приехать не смогла. Показать свое мастерство, умение, силу и волю к победе – это далеко не все возможности, которые есть у сегодняшних участников. Очень хорошие призы. Победители получат за первое место кубок, медаль, тысячу лей. За первое место, второе место также получают денежную премию – 800 лей. И третье место получают 600 лей. Есть стимул ребятам бороться, тренироваться. Надеемся, что турнир пройдет без травм, и все команды разъедутся довольными. В следующем году мы ожидаем, что они нас посетят, следующий наш турнир. Петя, как вы оцениваете уровень подготовки ребят, которые приехали сегодня к нам на турнир? Мы проводим турнир по трём возрастным категориям. Самая младшая категория – это детям 8-10 лет. Самые старшие – 16 лет. Поэтому в зависимости от категории и их уровень, дети, которые 16-летние – это ребята, которые уже будут выступать на чемпионате Молдавии. И если выступить удачно на чемпионате Молдавии, они будут представлять страну на международных соревнованиях. Традиционный турнир по вольной борьбе имени Олимпия Панова стал кузницей чемпионов. Это еще один повод гордиться подрастающим поколением и стимул для развития спорта в районе. Это были все новости на сегодня. В студии работала Ирина Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok